Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Юткин Артем Андреевич. Сегодня данное видео записываю по просьбам многочисленным. Я работаю в системе ActiCell Group Уже 6,5 лет и, так сказать, есть некий субъективный опыт и могу рассказать точно о плюсах, о минусах и недостатках всей системы. Я являюсь на данный момент управляющим партнером филиала номер 3 в городе Санкт-Петербург, который справляется в адресу Сыщенко, Прилобном 17. Приходил я в июле 2012 года по направлению «Консультант по работе с клиентами». Приходил устраиваться на неделю. Так же получилось, что хотелось бы заработать денег. В тот момент мне было 17 лет. Карьера меня не особо интересовала и все преимущества ActiCell Group тоже, а нужны были исключительно деньги. Началась работа у меня, так скажем, не совсем позитивно, честно, потому что опыта рабочего у меня вообще не было никакого и мне сложно давалось общение с клиентами, особенно с клиентами, которые меня видят первый раз. Но со временем, как говорится, мероприятия сильные были, опыта поднабрался, все стало получаться легче, легче и легче. Так получилось, что за неделю заказов я собрал в 2012 году 1000 на 10-15, если я ошибаюсь, немного, но и появились первые деньги. И принял решение не уходить, потому что, как говорится, когда начинаешь видеть деньги, тем более, когда ты их до этого не видел, жизнь начинает преобладать новыми красками. Вот. Что было дальше? Я это все совмещал со спортом, занимался футболом, тренировок было много, по 5-6 в неделю, а так же получалось, что это было лето и у нас было по 2 тренировки в день, поэтому жизнь была весела. Благо, летом учебы нет, поэтому как-то совмещал. Но потом началась учеба и продолжал совмещать спорт, учебу и работу. Было ли сложно? Ну да, конечно. Ничего не бывает просто так. Ничего не получается легко и просто. Ну, хотя не всегда. Ну, мне было тяжело, честно, потому что, говорю, опыта не было и 17 лет было. Совмещал спокойно через 2,5 месяца, через... Сколько было-то? Сейчас надо вспомнить. Через 19 дней мне предложили повышение на должность помощника руководителя. Почему? Потому что дисциплинированно выполнял свои обязанности, все правильно делал так, как нужно. Видимо, хорошо себя показал в организации, лучше, чем остальные. Понравилось, кстати, что по связям, с помощью денег и всего остального тут не пробиться. Не знаю, хорошо это или плохо, но я добивался всего сам. Через 19 дней повысили до помощника руководителя. Отказываться не стал, хотя знал, что будет очень тяжело. Совмещалось, совмещалось, но тяжело. Потом через 2,5 месяца предложили повышение уже полностью на руководителя отдела продаж. Логично отказываться не стал. Уже легче было. То есть, когда вошел в процесс, когда уже получается, более-менее все, и понимаешь, как работать нужно. Сложностей не было никаких. Дальше, на 6 месяц работы стал старшим менеджером в организации, самым молодым и быстрым в истории. Так получилось. Сейчас мои рекорды, конечно, побили. Моги люди, что приятно. Но тогда действительно было... Сознание было классное. Просто потому, что ты хорошо работаешь, ты можешь бить какие-то рекорды и получать за это классные деньги. В декабре 2012-го 56 тысяч рублей за месяц я заработал, мне было 17. Было ли классно? Да, конечно. Молодой был, башки не было, поэтому денег не стало быстро. Но было радостно в любом случае. По поводу того, чего дальше. Через год стал директором, уже официально повысили. Хорошо отработал, хорошо показал себя. И через 4 года открыл свой филиал. Точнее, не открыл систему, открыла мне филиал. Я не вложил ни рубля. Сама система ActiveSale Group открыла мне офис полноценный. На данный момент на Свечном переулке, 17. В котором мы как раз-таки ведем свою деятельность, плодотворно развиваемся. Это коротко о том, как я все это делал. Что получалось, чего не получалось. Какие плюсы и минусы. По минусам. Ну, просто это нестандартная работа, я так скажу. Потому что здесь с тобой не будут сюсюкаться. То есть, если ты работаешь, ты получаешь деньги. И если ты не работаешь, соответственно, деньги ты не получаешь. Не так, как везде, потому что свобода большая. Тоже минус. Минус то, что сюсюкаться не будут. Потому что есть то, что за тебя цепляются. Ты молодец, хорошенький, полелеем тебя. Здесь не будет такого. То есть, если хочешь, тебе помогут. Не хочешь, тебя поменяют быстро. Второе, то, что свобода большая. Свобода большая в чем проявляется? В том, что у тебя график полностью свободный, индивидуальный. Для меня это был большой плюс. Но когда я стал руководителем, я понял, что это не для всех плюс. Так как для моих людей, для большинства, это был минус большой. Потому что у тебя свобода. А свобода это такая штука, это как мартышка с кронатой. Все знают, что произойдет. Поэтому многие здесь просто не держатся долго по причине того, что не умеют обращаться с собственным временем. Что есть плохо. Это еще один минус. Еще по минусам. Есть такая штука, нестандартная, конечно. Для меня это был минус большой. То, что ты, когда становишься помощником руководителя, у тебя увеличиваются обязанности, но заработки не сразу больше становятся. По причине того, что ты еще обучаешься. Я, конечно, со временем это понял. Но все мы хотим. Ты стал помощником руководителя сразу, чтобы побольше человек был. Но нет. То есть у меня средние заработки были помощника руководителя в 2012 году 25 тысяч рублей. Это так же, как и на направлении консультанта у меня. То есть обязанностей стало больше, но заработок больше не стал. Но это длилось месяц. Я уже понял, что это обучение со временем. Но это минус, если хочется быстрых денег. Если быстрые деньги, это исключительно консультант по работе с клиентами. Там я заработал в первый месяц 25 тысяч как раз таки с копейками. Хотя обещали 16 800 по договору. На тему договора, кстати, вот тоже минус. Договор он юридически правильно составлен. Он классный. В нем все хорошо, все замечательно. Но, к сожалению, если ты не организован сам по себе, то вероятность того, что ты его выполнишь, она очень мала. То есть если ты лентяй, который не привык работать, не привык пахать, неа. Я его честно скажу. Я нарушил условия договора в первое время сразу же очень быстро. Потому что не совмещалось у меня с футболом. Ибо тренировок назначили много. Хотя не должно было быть столько. Я просто не мог выполнять свои обязанности. Но меня не уволили. Вот, кстати, большой плюс. Человеческое отношение. Вошли в положение и сказали, что ты можешь работать. По договору мы увольнять тебя не будем. Все хорошо будет, все замечательно. Главное, работаю, приноси пользу. Ну, я работал без договора. Не знаю, правильно это или неправильно. Но вот первый договор я подписал. Нарушил больше договоров я не подписывал. На честном слове все. И ни разу меня организация не подвела. Кстати, один из плюсов за все эти 6,5 лет. Ни разу мне зарплату не задержали. Что тоже классно. На тему минусов можно долго до нюансов докапываться. Главный и самый большой для меня и для моих людей, которые у меня в команде работали, это то, что свобода большая. Если ты лентяй, нет. До свидания. Захочешь до чего-то докопаться, ты докопаешься в любом случае. Как до, не знаю, там, то, что обязанности сложные, то, что тяжело звонить руководителю каждый день, отчитываться. Ну, все мы все понимаем. То, что есть более сложные работы, например, дворника, когда ты должен вот это вот все убирать, что сейчас зимой у нас творится, по утрам. Или водителя, который в маршрутке ездит по 12 часов. Работ много, они разные, но, честно, это одна из самых простых за те деньги, которые предлагают. Но если хочется докопаться, докопаешься. По плюсам карьерный рост вне зависимости от твоего возраста, вне зависимости от твоего образования. У меня нет высшего образования. Вне зависимости от твоих связей или еще каких-то доп. моментов. Ты растешь сам просто потому, что приносишь пользу или хочешь расти. Ты изъявляешь свое желание о росте и, соответственно, получаешь условия, которые тебе нужно выполнить для повышения. Они открыты абсолютно для всех. В свободном доступе все эти условия могут заранее получить и знать, что ты можешь растить. Кстати, вакансии. Вакансии свободные есть, потому что офисов по Питеру достаточно, и филиалы ActiveSale Group, они еще не во всех городах России, поэтому вакантные места есть как в Питере, так и в других городах. Карьера плюс огромный. Второй плюс – это то, что нет потолка в заработке. Ты можешь сам определять для себя сумму, которую ты будешь зарабатывать. То есть у тебя нет такого, что тебе говорят, что ты получишь столько, и все, ты больше не получишь. Нет. Ты можешь на направлении директора зарабатывать не 60, которые тебе установили, а 70, 80. У меня было по 100, по 120 просто по причине того, что ты приносишь больше пользы, создаешь больше товара. Оборот. Чем лучше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. Точка. Организация очень щедра на этом. Второй момент. Третий момент – это промоушены. То есть есть очень много промоушенов от организации, подарков, бонусов и всего остального, которыми можно пользоваться максимально. Например, мой первый телефон, который у меня появился нормально, это iPhone 5 в 2012 году. Мне его подарила организация, он стоил 25 тысяч рублей тогда. 0 рублей 0 копеек. Просто хорошо работал. Например, в этом году я был в Мадриде просто за то, что хорошо работал. Долго могу перечислять. Политика простая. Хорошо работаешь, получаешь доп-моменты, доп-бонусы, с которыми можешь распоряжаться так, как хочешь. Например, у меня в филиале в этом году человек со мной полетел отдыхать абсолютно бесплатно, его взял, потому что предоставляет возможность организации. Таких моментов и бонусов очень много, которыми я пользовался и пользуюсь по сей день. Еще плюсы, которые нужно понимать, это помимо карьеры, это перспектива. На определенном этапе для меня это стало не работой по найму и даже не работой на себя, не должностью директора, а полноценным бизнесом, которым приносит тебе деньги, учитывая то, что ты не всегда тратишь на него время. Это тоже важно осознавать, потому что сейчас, будучи управляющим партнером, я могу выбрать любой день, когда у меня будет фритайм определенный, то есть какой-то свободный день, когда я буду отдыхать, называется выходными обычно. Или, например, я могу выбрать месяц, когда меня не будет в стране. Ну, например, в 2018 году, в марте месяца, в марте месяца я не был в стране, когда здесь было минус 25, я полмесяца провел на острове Пханган, еще полмесяца провел на острове Самуи. Перечислять дальше можно бесконечно, каждый год я в Абхазию езжу, просто потому что мне там нравится. В 2012 году я посетил, ну, все, что сказал, еще добавляйте туда Мадрид, добавляйте туда поездку в Москву, конференцию, тоже бесплатную. Долго перечислять можно. Ну и завершает все это, помню, да, вот собственный бизнес, все, что я сказал, это, наверное, самый большой для меня плюс, просто по причине того, что у тебя есть и время, и деньги, которыми ты можешь распоряжаться. И напоследок плюс окончательный для меня – это социум. Это социум, а если быть точным, то это команда и коллектив единомышленников, которым интересно не только, ну, сами все понимаете, что делают обычно молодежь, а еще зарабатывают деньги, строить бизнес, помогать себе, помогать своим родным, помогать окружающему миру. Жестко, конечно, сказано, но все-таки, то есть, когда ты приносишь пользу не только себе и своим близким, а людям, которые не входят в твою зону ответственности, это очень важно для меня. То есть, социум – те люди, с которыми я делаю дела. Ну и в завершении, наверное, что такое ActiveSale Group для меня? ActiveSale Group для меня – это такая небольшая семья, так назовем это, где за 6,5 лет я нашел для себя больше плюсов, нежели минусов, поэтому я здесь. У всех, все делают свой выбор, все выбирают, куда им идти, что делать. Если ты захочешь найти плюсы, ты найдешь эти плюсы везде, во всем. Даже в том, что, я не знаю, ты наступил в лужу, у тебя промок ботинок, найдешь плюсы там, например, того, что купишь новые ботинки себе, потому что эти промокают. Если ты захочешь, ты найдешь минусы. Минусы можно везде найти и всегда. Вопрос в том, через какую призму ты смотришь. Вопрос лишь в этом. Вот такие дела, друзья. Вот такие вот моменты. Если какие-то вопросы будут, наверное, вы напишите ниже, я на них отвечу, может быть, еще запишу видео. Будет много согласных, будет много несогласных. У каждого свое мнение. Я останусь при своем мнении. Для меня это важно. Надеюсь, ответил на все вопросы, которые вы задавали. В большинстве случаев это было, конечно же, какие плюсы и минусы. Надеюсь, тут мы с вами разобрались. Все, всем спасибо. Доброго вечера. На связи.